Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортмикс» в студии Тахир Гафуров. А спонсором нашей передачи является торговый дом «Дордой Плаза». Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены! Огромный ассортимент спортивных товаров популярных брендов для взрослых и детей. «Дордой Плаза» – все для вашей спортивной семьи. На базе спортивного клуба «Беш Сары» прошел первый международный турнир на призы бронзового призера Олимпийских игр Руслана Тюменбаева. И сегодня мы вам покажем финальные схватки этого турнира. А спонсором рубрики «Спортплощадка» выступает спортивно-развлекательный центр «Сан-Сити». «Беш Сары» «Спортплощадка» «Беш Сары» «Беш Сары» «Беш Сары» «Беш Сары» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На призы бронзового призера Олимпийских игр в Пекине Руслана Тюменбаева Эти соревнования проводились в возрастной категории У-15 То есть школьники до 15 лет И мы сегодня с вами посмотрим финальные схватки соревнований На наших экранах весовая категория до 38 кг Здесь встретились Жанарбек Окишев Он в красном трико и в синим трико Ислан Тентемишев Ну вот мы видели Ислан заработал 2 балла Пытается развить свое преимущество Но выходят спортсмены за пределы ковра И схватка продолжается в стойке Жанарбек Окишев представляет команду из Сыкульской области А Ислан Тентемишев представляет команду Республиканского спортивного колледжа И также из Сыкульской области Завершен у нас первый период И давайте посмотрим результативную атаку В исполнении борца в синим трико Бронзовыми призерами в этой весовой категории Стали Баяман Кубанов город Каракол И Мухаммед Амин Токтасинов из Жалабада Ну а мы с вами смотрим второй период Финальной схватки в весовой категории До 38 килограмм Пока 2-0 в пользу борца в синем трико Ислама Тентемишева И теперь вот у Жанарбека Окишева Есть возможность провести результативную атаку Что он в принципе и делает 2 балла зарабатывает 2-2 становится счет Еще 2 балла записывает свой актив Борец в красном трико Таким образом Уже 6-2 становится счет Еще 2 балла 8-2 Ну и еще 2 балла И тогда схватка будет завершена И вот удалось борцу в красном трико Провести в парте результативную атаку И в итоге удалось ему В одной атаке набрать необходимое количество баллов Чтобы одержать победу в этой схватке Ну а мы давайте еще раз посмотрим Результативную атаку в исполнении Жанарбека Окишева Представителя из Сыкульской области И вот он не оставил своему сопернику Исламу Тентемишеву Практически никаких шансов Пять накатов По 2 балла Таким образом 10 баллов набрал Жанарбек Окишев Ну и еще один балл Дали за То, что Его соперника поставили В партер Таким образом Жанарбек Окишев Становится победителем Первого международного Турнира На призе Руслана Чемнебаева Вот он Руслан на ваших экранах Следующая весовая категория До 41 килограмма Здесь встретились Марлен Абду Саматов Он в красном фрико И в синим фрико Абду Малик Мокушев Марлен представляет команду Республиканского спортивного колледжа И спортивную школу СДШОР Ленинского района Его соперник Абду Малик Мокушев Представляет команду Из Сыкульской области Ну вот мы видим Активно работает Борец в красном трико И выдается ему Атака на 4 балла И выходят спортсмены За пределы ковра Таким образом Со счетом 4-0 Ведет Марлен Абду Саматов Вновь Прессингует Марлен Своего соперника Еще одна попытка Провести атаку Не получилось Но тем не менее Атакует Марлен Абду Саматов Попытался Зайти за спину Сопернику Не получилось И схватка будет продолжена В стойке Ну и конечно же Абду Малико Мокушеву Надо Что-нибудь предпринимать Чтобы как-то Переломить ход встречи Попытался Провести прием Марлен Но по-моему Контр атаковал Абду Малик И 4 балла Было записано На его счет Таким образом 4-4 У нас ничья И Попытался Борец в красном трико Провести атаку Не получилось Севнов Контр атаковал Абду Малико Мокушев И Заработал Еще 2 Результативных балла Таким образом Уже Повел в этой схватке Борец В сенем трико И Уходят спортсмены На перерыв Ну а мы Давайте еще раз Посмотрим Результативные атаки В исполнении Спортсменов Вот как мы видим Несмотря Так сказать На молодость Довольно Разнообразным Техническим Арсеналом Обладают Юные борцы Ну и после Первого периода Ведет Абду Малико Мокушев Таким образом Марлену Абду Саматану Во втором Периоде Нужно действовать Поактивнее Вел он Со счетом 4-0 Но Не удержал Это преимущество Сумел Выйти вперед Обдумали К Мокушев Представители Цикунской области Ну и теперь Марлену Нужно Атаковать Чтобы догнать Своего соперника Вот мы видим Попытался Провести прием Борец В красном триконе Получилось По моему Там Не было Дано Никаких баллов В партере Вышли за пределы Ковра Спортсмены И Вновь пытается Провести прием Марлен На этот раз Ему удалось Выходит он Вперед И тут же Как мы видим Бросается в атаку Обдумали К Мокушев Но Сумел выйти Из этого Так сказать Тодного положения Борец В красном триконе И здесь За ногу Зацепил Своего соперника Обдумали Мы видели Марлен Показывал Что ногой Зацепил И в итоге Борец Синим трикон Был наказан Двумя штрафными Баллами И победу В этой схватке Одержал Марлен Абдусаматов Но Обронзовыми призерами В этом весе Стали Алижур Нурманбеков Представитель Города Талас И Амангильды Исакбаев Город Ош Итак Победа Марлен Абдусаматова Следующая весовая категория До 44 кг Здесь встретились Умар Амурбеков Он В красном трико И в синий трико Муслим Нуртазаев Умар Представляет команду Октябрьской СД Шор Муслим Является Воспитанником Ошской школы Борьбы Нету здесь Никаких Баллов И схватка Продолжается В стойке Ну и пока Вы будете Смотреть А вот Мы видим Атаку В исполнении Умара Амурбекова Наработал 2 балла Попытался Положить На туше Своего соперника Не получилось Пытается Накатить Муслима Нуртазаева Но хорошо Стоит В партере Борит В синем трико Складка Остановлена И продолжается В стойке Ну и пока Вы будете Смотреть Я наверное Немного Расскажу О Руслане Тюменбаеве В честь Которого И проводится Этот Турнир Руслан Тюменбаев Родился 28 мая 1986 Года В городе Фрунзе Ну а мы Видим Еще одну Атаку В исполнении Умара Амурбекова Заработал 4 балла И таким Образом Уже Довольно Уверенно Он ведет В этой Схватке И пока Муслим Нуртазаев Ничего Не может Противопоставить Своему Сопернику Хотя Вот мы Видим Что Определенное Преимущество В росте Есть у Муслима Нуртазаева Но В борьбе Рост Не самое Главное Конечно Ну а мы Давайте еще раз Посмотрим Атаки В исполнении Спортсменов Здесь 2 балла Заработал Умара Амурбеков И попытался Положить Татуше Не получилось Ну и здесь 4 балла Записал Свой актив Борец В красном Трекло Таким образом При счете 6-0 В пользу Умара Амурбекова У нас Начался Второй Период Финальной Схватки В категории До 44 Килограмм Руслан Догоняет Призор Международ Международного Турнира В Аренбурге Ну а теперь Так сказать Об официальных Турнирах В 2004 Году Руслан Тимурбаев Выступил На первенстве Азии Среди Юниоров В Алматы А мы видим Атаку В исполнении Умара Амурбекова И в итоге Выигрывает Он эту Схватку На туше Вот Вроде бы Догнал Муслим Нуртазай Своего Заперника Но вот Потом Почему-то Расслабился И в итоге Лег на Лопатки И проиграл На туше Эту Складку Таким образом Чемпионом Турнира На призер Руслана Тимурбаева Становится Умар Амурбеков А бронзовыми Призерами В этой весовой Категории До 44 Кг Стали Азерит Али Колбаев Республиканский Спортивный Колледж И спортивный Клуб Газпром И Билол Фуралеев Город Жал-Лабак Ну и вот Мы видим Атака Которая Стала Роковой Так сказать Для Муслима Нуртазаева И в итоге Умар Абурбеков Выиграл Эту финальную Складку Следующая Весовая Категория До 48 Кг Здесь Встретились Саржигит Сабыров Он в красном Трико И в синем Трико Аким Опилов Саржигит Представляет Команду Спортивного Клуба Беш-Сары А Аким Является Воспитанником Республиканского Спортивного Колледжа Так Атака В исполнении Саржигита Зарабатывает Он Результативные Баулы И ведет В этой схватке И так Продолжу вас Знакомить С Русланом Тюбинбаевым С его Так сказать Спортивной Карьерой Как я уже Сказал В 2004 Году Он принял Участие На первенстве Азии Среди Юнеура В Алматы В стартовой Схватке Он тогда Выиграл Вегетнамца Фук Ван Винха В четверть Финале Одолел Мохаммада Дареба Из Ирака А в полуфинале Уступил С минимальным Счетом Будущему Двухкратному Чемпиону Азии Шестикратному Чемпиону Мира Олимпийскому Чемпиону Иранцу Хамиду Сариану В схватке За третье место Уступил Узбекистан Целубику Таджиеву И стал Пятым И занял Пятое место На том Тебенстве Азии А у нас Азимбек Чалпанбаев Он в красном Трико И в синем Трико Азамат Насыкулов Азимбек Представляет Команду Республиканского Спортивного Колледжа Азамат Является Воспитанником Таласской Школы Греко-римской Борьбы Следующими Так сказать Официальными Стартами В спортивной Карьере Руслана Тюменбаева Были Пятнадцатые Азиатские Игры В Катаре На тех Играх Руслан В стартовой Схватке Выиграл Давлет Бери Мамедова Из Туркмении Затем Уступил Японцу Макото Сосамото В утешительной Встрече Одолел Фаллатаха Ясера Из Саудовской Аравии А в схватке За третье место Нанес поражение Со счетом 2-1 Нурбакиту Тингисбаеву Из Казахстана И стал Обладателем Бронзовой Медали Азиатских Игр Это Был Так сказать Первый Громкий Успех Руслана Тюменбаева Кстати До Руслана Тюменбаева У нас было Четыре Призера Азиатских Игр Напомню Серебряными Призерами Были Радбек Санатбаев В 1994 И 1998 Годах И Данияр Кабенов В 2002 Году Был Серебряным Призером А бронзовыми Призерами Становились Руслан Гибеков В 1994 Году И Уран Калилов В 2002 Году А вот В 2006 Году Когда Руслан Тюменбаев Стал Бронзовым Призером Также Бронзовые Медали Завоевали Данияр Кабенов Жанар Бек Кенджиев И Нурбек Ибрагинов Ну а Нас Ушли Спортсмены На Перерыв Мы Смотрим Результативные Атаки В исполнении Спортсменов В принципе Довольно Интересная Складка У нас Происходит Оба Спортсмена Демонстрируют Нам Навыки Владения Приемами И Пока Впереди Азенбек Чалпанбаев Борец В красном Трико Выигрывает Он По очкам И Сейчас Мы С вами Посмотрим Второй Период Финальной Схватки В категории До 52 Кг Сразу Отмечу Что Бронзовыми Призерами В этом Весе Стали Азиз Жалбунов Трудовые Резервы И Акбар Берлинов Республиканский Спортивный Колледж Пытается Первым Номером Работать Азамат На Сыкулов Но Как мы Видим Азенбек Чалпанбаев Так сказать В долгу Не остается Тоже Пытается Действовать Активно И Прием В исполнении Азенбека Чалпанбаева Оцененный В 4 балла Таким Образом Довольно Уверенно Повел В этой Схватке Борец В красном Трико И В итоге Стал Победителем Этого Финала Ну а мы Еще раз Давайте Посмотрим Атаку В исполнении Азенбека Чалпанбаева Который Стал Победителем Турнира Следующая Весовая Категория До 57 Кг Здесь Встретились ЛДР Иман Калеев Он В красном Трико И в синим Трико Илгис Канабеков ЛДР Представляет Команду Спортшколы Ленинского Района А Илгис Является Воспитанником СДШР Октябрьского Района Вот Попытался Илгис Канабеков Провести Прием Но Накрыл Его Илдер Иман Калеев И в итоге Заработал 2 балла Но вот Сторона Красного Борца Выкинула Челлендж Но Челлендж Они тут Явно Проиграли Потому что Чистое Накрывание Было Со стороны Илдера Эман Калеева И таким Образом Илгису Конобекову Нужно Атаковать Чтобы Догнать Своего Соперника Илдера Эман Калеева Итак Пытается Илгис Конобеков Подготовить Атаку Но Как мы Видим Хорошо Обороняется Борец Красного Трико И в итоге Спортсмена Уходят На Перерыв Но Давайте Еще Раз Посмотрим Эту Атаку Где 2 балла Заработал Элдер Илдер Иланд Калеев Итак При счете 2-0 В пользу Борца В красном Трико Начинается Второй Период Финальной Схватки В категории До 57 Килограмм И как мы Видим Первым номером Работает Элгис Конобеков Занимает Центр Ковра И вот Прекрасная Атака В исполнении Борца В сильном Трико Зарабатывает Он 4 балла И пытается Положить На пуше Элдер Эмман Калеева Что в конечном Счете Ему Удается В итоге Элгис Конобеков Выигрывает В этой Схватке И становится Победителем Турнира Но Бронзовыми Призерами В категории До 57 Килограмм Стали Жан-Альве Колтаев Республиканский Спортивный Колледж И Ихматила Усенов Спортшкола Ленинского Района Ну а мы С вами Еще раз Посмотрели Момент Когда Четырехбальный Прием Провел Илгис Конобеков И положил На туше Своего Соперника Следующая Весовая категория До 62 Килограмм В красном Трико Абдеразак Адеев И В синеме Трико Норислам Асканбаев Финальная Схватка Весовой Категории До 62 Килограмм Абдеразак Представляет Команду Школа Радбека Санатбаева И Трудовые Резервы Норислам Является Воспитанником Республиканского Спортивного Колледжа Имени Ширелы Садыкова Ну и пока Вы будете Смотреть Познакомлю Вас Еще С Некоторыми Фактами Из Спортивной Биографии Руслана Тюменбаева В 2007 Году На чемпионате Азии Который Проходил Бишкеке Руслан Уступил Иранцу Баваду Хамиду А затем В схватке За третье Место Выиграл Казахстанца Бигзана Жарболова И стал Бронзовым Призером Турнира Таким образом Завоевал Бронзовую Медаль А вот В 2008 Году Руслану Тюменбаеву Уже Покорился Азиатский Перестал Выступая На чемпионате Азии В Корее Руслан Руслан Стал Не только Чемпионом Азии Но и Завоевал Путевку На Олимпийские Игры В Пекине Так как Тот Чемпионат Азии Был Лицензионный А у нас В атаке Нурислам Азиатский Ну а бронзовыми Бронзовыми призерами В категории До 62 Кг Стали Темирлан Кубатов Алабука И Орлан Арстанов Также Алабука Следующая весовая категория До 68 Кг Здесь Встретились Акалбеку Аржан Он в красном Трико И в синем Трико Рамазан Джалдашбеков Аржан Представляет Команду Спортшколы Ленинского Района Рамазан Представляет Команду Бакай Ата Итак Как я уже Сказал Руслан Тюминбаев В 2008 Году На чемпионате Азии В корейском Городе Дэджу Первый круг По воле Жребия Пропускал Затем На старте Выиграл Японца Китаока Хидео В полуфинале Нанес поражение Нам Кунг Джину Северной Кореи А в решающей Схватке За первое место И олимпийскую Лицензию Выиграл Со счетом 2-1 И двухкратного Призера Азиатских Игр Чемпиона Азии И чемпиона Мира Узбекистанца Дюльшода Арипова И впервые Так сказать В своей карьере Руслан Тиминбаев Завоевал Золотую медаль На чемпионате Азии Ну и в итоге Руслан И здесь Как на азиатских Играх Стал пятым Нашим спортсменом Завоевавшим Звание Чемпиона Азии До него Золотых медалей Удостаивались Радбек Санатбаев В 1999 И 2000 Годах Геннадий Чхаидзо В 2004 Году Данияр Кабенов В 2005 И 2007 Годах И Канатбек Бегалеев В 2007 Году А у нас Завершилась схватка Весовой категории До 68 Кг И в итоге Победителем Турнира Стал Акалбек Улы Эржан А бронзовыми Призерами Муса Улу Алдар Талас И Исланбек Аширов Из Сыкуль Следующая весовая категория До 75 Кг Здесь встретились Нуркелды Таракулов Он в красном трико И в синем трико Темирлан Еремикулы Нуркелды Представляет Город Талас А Темирлан Команду Республики Казахстан Единственный Представитель Точнее Не единственный Вот в тяжелых Высок Два Представителя Казахстана Было Это в весе До 75 Кг И в категории До 85 Кг В этом весе До 75 Кг Выступал Темирлан Еремикулы Как мы видим Работает он Первым номером Но Попытался Вот Нуркелды Таракулов Провести Прием Не получилось Но Два балла Он все-таки Заработал Хорошо Стоит в партере Казахстанец И Вот Захватил Он Шею Нашего Борца Попытался Положить На туше Но Вышли Спортсмены За пределы Ковра И схватка Продвижается В стойке Ну и Закончу Рассказ О Руслане Тюнибаеве Как я уже Сказал На чемпионате Азии Он Завоевал Путевку На Олимпийские Игры И в итоге На 29-х Олимпийских Играх В стартовой Складке Он выиграл Со счетом 2-0 Чемпиона Европы 2008 Года Борца Тюнибаев Играх 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 В четвертьфинале Олимпийских Игр Тюнибаев Вновь Встретивался Сузбекистанцем Гильшодом Ариповым И вновь Одолел Его Со счетом 2-1 В полуфинале Руслан Уступил В двух Периодах Будущему Чемпиону Олимпийских Игр Рассеянину Исламбика Албиеву А вот Схватки За третье Место Руслан Тюминбаев Выиграл В двух Периодах Трехкратного Победителя Панамериканских Игр Трехкратного Призера Чемпионатов Мира Серебряного Призера Олимпийских Игр 2004 Года В Афинах Кубинца Роберто Монсона И стал Обладателем Бронзовой Медали И первым Борцом Из Кыргызстана Который Завоевал Медаль Олимпийских Игр Ну а мы Смотрим Атаки В исполнении Спортсменов Здесь Не удалось Темерлану Иерникулы Положить На туше Нашего Борца Здесь Уже Нурклуди Торукулов Пытался Положить На туше Казахстанца И в итоге Это ему Практически Удалось Но тем не менее Казахстанец Сошел Из этого Трудного Положения И даже Заработал Один балл На контратаке И затем Накатил Нашего Борца Но Вновь Как вы видите Нурклуди Торукулов Попытался Провести Прием Складка Продолжается В стойке Здесь Был Срыв Конечно И еще Одна Атака В исполнении Нашего Борца И зарабатывает Он Четыре Бала Таким Образом Ведет В этой Складке Ну так Вот Руслан Тюменбаев Стал Первым Казахстанским Борцом Который Завоевал Медаль Олимпийских Играх Ну и Как вы Помните На следующий День Серебряным Призером Олимпийских Игр Стал Канадбек Бигалиев Ну а Если Вспомнить Историю Вообще Первым Казахстанцем Который Завоевал Медаль На Олимпийских Играх Бронзовую Медаль Был Дзюдоист Айдин Смогулов Ставший Бронзовым Призером Олимпиады 2000 Года Сиднея Итак Вновь Срыв Ставятся Спортсмены В стойку Уступает Казахстанец И поэтому Вот Пытается Работать Первым Номером Чтобы Догнать Нашего Борца Попытался Провести Прием Не получилось Хорошо Обороняется В Нурклойде Таракулов Вот Здесь Атака В исполнении Казахстанца Два балла Он сумел Заработать А вот Контратака В исполнении Нашего борца И пытается Нурклойде Положить На душе Своего соперника И это Ему удается Золотая Медаль Уезжает В город Талас Давайте Еще раз Посмотрим Довольно Интересная У нас Складка Была В весовой Категории До 75 Килограмм Ну и Бронзовыми Призерами В этом лесе Стали Бейшен Кукманов Школа Радбека Санадбаева Трудовые Резервы И Жамар Ашивав Республиканский Спортивный Колледж Ну вот Здесь Ошибся Тимирлан Ермитулы Казахстанец Контратаковал Нурклойде Каракулова И в итоге Сумел Положить Казахстанца На Туше Итак Победа Каргустанца Нурклойде Каракулова И как я уже Сказал Одна Золотая Медаль Уезжает У нас В Талас Это Родина Канадбека Бегалиева Арсена Иралиева И многих Других Наших Борцов И заключительная Весовая категория До 85 Кг Здесь Встретились Умар Арманов Он в красном Трико И в синем Трико Алихан Задаев Умар Представляет Команду Республиканского Спортивного Колледжа А Алихан Является Вот Как я уже Говорил Еще одним Представителем Казахстана Которому Удалось Выйти Финал Попытался Умар Провести Атаку Не получилось Контра Атаковал Алихан Задаев И в итоге Попытался Положить На туши Не получилось Сумел Умар Арманов Выйти Из этого Трудного Положения Тем не менее Вот Два балла Зарабатывает Представитель Казахстана Еще Два балла И таким Образом 8-0 Становится Счет И одну Медаль Все-таки Казахстанцы Увозят Домой Ну и Заканчивая Рассказ о Руслане Скажу Что он Окончил Факультет Экономики КНУ И с 2014 По 2017 Годы Был Заместителем Директора Центра Олимпийской Подготовки Ну а Бронзовыми Призерами В этом Весе Стали Бахтияр Дуйшаралиев И Нурдан Балтабаев Желаем Этому Турниру Долголетия Чтобы он Стал Ежегодным А сегодня У нас в гостях Заслуженный Тренер Кыргызстана Личный Тренер Руслана Тюменбаева Амеркул Молдебаев Здравствуйте Амеркул Прошел У нас Первый Турнир На призы Вашего Ученика Бронзового Призера Олимпийских Игр Руслана Тюменбаева Вообще Чья была Идея Сделать И провести Такой турнир Приветствую Тахир На студии И В первую очередь Хочу Воспользоваться Случаем Поблагодарить Организаторов Кто профинансировал Этот турнир И Сделали Свой вклад Во-первых Это Руслан Тюменбаев Он Выслан Деньги Его друзья Сильно Помогли Здесь В Америке Которые Друзья Потом Семья Мама Отнеслась С таким Знаешь С душевным Настроем Федерация Борьбы Кыргызстана В лице Мелиса Тургумбаева И Республиканский Центр Физического Воспитания Спорта И Культуры При Министерстве Образования Директор Исаев Кулбалду Октябрьевич И Организатор Координатор Этого Турнира Был Эгеев Рыскулбек Он Зал Оформил Ну Очень Ну Организовал Грамотно Спасибо Вот этим людям Хочу выразить И Идея Этого Турнира Была У нас Зоя Алексеевна Зауч Есть В школе С.Дуишор Имени Радбека Санатбаева Она Первая Ну Говорит Вот у нас в школе Есть призер Олимпийских игр Почему не проводим Турнир И тут Молодежь Подхватила Ну Вот Благодаря Молодежи Они продвинутые Там В интернет Закинули С Русланом Созвонили Сразу И вот Как-то Вот так Спонтанно Быстро Это в течение Где-то Ну Полутора Месяцев Все Организовалось Вот так Ну Тем более Турниров У-15 То есть Среди Школьников У нас Очень мало Да Вот этот Возраст Он как-то Дети хотят Бороться А вот Турниров Нету И Во-вторых Ну Может быть Вот эта Пандемия Повлияла Как-то Потом Второе Сам Возраст В Европе Крутили Этот возраст Уже Ну Давно У нас Вот буквально Может быть Года 2-3 Азии Начали проводить И в результате Этого Нам Надо Двигаться Поэтому Такой Турнир Обязательно Нужен И Ну Своевременно Я думаю Вот К чемпионату Республики Мы уже Примерно Просмотрели Какие Ребята Ну Тем более Насколько Я помню Руслан У нас Первый Призер Олимпийских Игр По борьбе Да В истории Борьбы Вообще В общей Спортивной Борьбе Да В спортивной Борьбе Самую Первую Олимпийскую Медаль Завоевал Руслан Тюменбаев И Буквально На следующий День Канадбек Бегалеев Вот Может быть Если Руслан Там Не вздрогнул Может Канад Бегалеев Как-то Вот Они Друг Друг Это Как говорится На такой Лад Настроили Что Боголепов Сказал Не благодаря Чему-то Медали А вопреки Говорит Вот эти Две Медали Были Тогда Ну Молодцы Ребята Именно Свою Честь Достоинство Они Тогда Ну Здорово Считаем На 110 Процентов Давайте Теперь Немного О Руслане Поговорим Как он К вам Попал Вообще Какой он Был Руслан Руслан Первый Пришел В спортзал Локомотив Даже Младший Братишка Первый Пришел Потом Привел Руслана В зал Ну Вот Первых Я его Ну Видел Так Мальчик Физически Крепкий Координированный Ну Он Это Особо Не выделялся Первый Раз Я увидел Чемпионат Республики Вот этот Возраст Первенство Проводили Раз И выигрывает Из Ничего Там Вес Столько Роровских Мальчиков Было Он Всех Как-то Легко Убрал Я Тогда Сам Удивился Думаю Как-то Отношения Я не скажу Что он Прям Так Он Приходил Тренировался Ну Был Вот У него Чем Руслана Сильная Сторона Он Может Такое Невозможное Делать Вот И делает Знаете Как-то Вот Ну Так Ярко Ну Уверена Вот Вот Это У него Была Черта Даже Вот Этот Турнир Провели Как Он Буквально В течение Месяца Как Он Детям Праздник Устроил В Кыргызстан Действительно Находясь В Америке Но Устроил Здесь Праздник Ну Потом Как-то У Руслана Карьера Быстро Как-то Все В карьере Произошло И Почему-то Он Рано По-моему Ушел Из Большого Спорта Он Стал Произером Азиатских Игр В 2006 В 2008 Чемпионом Азии И Призером Олимпийских Игр И Практически Все Да Здесь Видите Как Его Чуть-чуть Не уберегли Именно Вот Эти Кто Уже Работал Вот На вершине Спорта Надо Было К нему Отнестись Уже Это Призер Олимпийских Игр Не Надо Было Его Заставлять Вот На Республику Вес Гонять Надо Было Мальчик Проверенный Он Никогда Нигде Никого Не Подводил Ни С Висогонкой Ни На соревнованиях Он Что мог Он Все Выдавал Он Был Очень Добросовестный Ну Вот Как Даже Сейчас Этот Турнир Провел Все Сделал Для Пацанов И Также В спорте Будучи Действующим Спортсменом Он Очень Добросовестно Ко всему Относился И Вот Например Я Даже Такое Приведу Вот Даньяр Кобенов Он Лет 7 8 Вообще Не Участвовал Но Азия Азиатские Игры Он Выходил Точно Так же Надо Было С Русланом Поступить Надо Было Ему Дать Возможность На Республике Высшей Весовой Категории Побороться Ну Когда Надо Его Выставлять Потому Что Он Надежный Был Мальчик Он Всегда Чем Мог Он Показывал Ну Вот Кстати Не Сохранили Ни Каната У нас Уже Три Олимпиады Выступила Да Ну Айсулу Это Действительно Феномен Я ничего Не говорю Молодец Девочка Такая Упорная Здесь Видите В мужском Спорте Очень Конкуренция Большая Там Пожестче Жестче Да Во-вторых У них Вес Был Приличный И Канат Много Гонял Руслан Тоже Гонял Ну Канат Видишь Он На Лондонскую Олимпиаду Он Железно Попадал Железно Потому что Тогда у меня Жена Заболела Я не смог Выехать В Астану Там Был Этот Как раз На лицензию Он Китайцу Один балл Проиграл Вот Если Был бы Я Там Может Другой Расклад Был Они Вес Согнали В Одной Комнате С Канатом Жили И К ним Начали Приезжать Ну что Рядом Тут И бизнесмены Как водой Их там Соками Накормили Они Утром Встали У них Глаз Не было Видно Это Жи Невозможно Вот Как Можно Вот На таком Этапе Было Надо было Их Оградить От них После Отборолись Там Пусть Пьют Хоть Это Ведрами Пусть Пьют Ну У нас Наверное Вот Это Проблема До соревнований Все наши Руководители Там Любят Приходить Говорить Да Что вам Надо Выиграть Как Кого-то Спортсмены Сами Не знают Что им Надо Выиграть Да Это Вот Это Вот Можно Я знаю По себе Даже Вот У меня Был Такой Случай Что Вот Четырехлетнюю Подготовку За Пять Минут Может Какой-нибудь Вот так Подойти На уши Нашептать Всякое Это И Может Психологически Человека Сломать Потому Что Тренер Он Должен Не должен Подпускать Вот Дилетантов Которые Ну Сам Знаешь Психология Это Очень Тонкая Вещь Здесь Грамотно Надо Вот Именно Тренер Он Должен Рядом Быть Ну Надеюсь Аверкул У вас Еще Будет Такой Ученик Как Руслан Тиминбаев Достойный Есть Сейчас Кто-нибудь На подходе Нет Ребята Есть Хорошие Мы Вот Кыргызы Казахи Очень Отдаренные К борьбе У нас Она На генетическом Уровне Борьба И У нас В Кыргызстане Очень Много Талантливых Ребят Даже Казахи Удивляются Блин Ёлкины Голодные Кыргызы Постоянно Впереди Нас Постоянно Где-то Назов Ходят Это О чем Говорит О том Что Талантливые Ребята Талантливые Такая Нация Молодежь И Этот Вид Надо Нам Как Горется Сохранять Как Можно Больше Ребятам Вот такие Соревнования Выезды Устраивать Потому Что Опыт Он Приобретается Со временем Именно Вот В таких Встречах Соревнованиях Молодежь Когда Вот такой Путь Проходит Она Уже Более Подготовлена Этот Турнир Будет Традиционный Или Это Разовая Так Сказать Акция Ну Вот Я Так Думаю Вот Этот Возраст Надо Нам Ю-15 Застолбить И Можно Вот На Призы Руслана Но Желательно Конечно Чтобы Государство Взяло Вот Есть Вот Этот Методический Центр Сейчас Образовал Кул Голдов Октябрь Вот На Базе Его Постараться Он При Министерстве Образования Вот И Как раз Там Школьники Вот Этот Возраст Именно Школьник Профтехобразование Возраст Они Как раз Под этот Возраст Подходят Ну Может Совместно С Центром Олимпийской Подготовки Как-то Проводить В календарный План Ввести Да В календарный План Включить Но Видишь Этот Возраст Не входит В Центр Олимпийский Там Он На Взрослых Ориентирован Он С детьми Они Не работают СДУИШОР Не СДУИШОР Конечно Надо Нашу школу Подключить Чтобы Более Ответственно Потому что Все-таки Руслан В Средловской Школе Имени Радбека Санатбаева Он Там Детство Тренировался Все Ну Надо Конечно В первую очередь Правильно Ты говоришь Календарный План Включить И Вот Финансирование Надо Самое главное Вот Чтобы Ответственная Вот Какая-то Организация Взялась Ну Это Продумаем Это На федерацию Надо Выйти Конечно Это Достойные Ребята Вот Даже Вот Сейчас Вот Столетие Будет Чолпанбая Тулибердиева Какой Хороший Турнир Был Советское Время Это Герой Это Национальный Как Герится Символ Таких Людей Нельзя Забывать Вот Может быть Его Турнир Проведут Он Среди Кадетов Всегда Проводил Ну да Проводился У нас Турнир Памяти Панфилова И Тулибердиева Ну вот Вот Этих Людей Как-то Вот Все Сталкивается В финансе Вот Кто-то Вот Фуфычев Валера Он всегда Брался Как-то Вот этот Турнир Он В руки Брал Потом Его Последний Раз Что-то Как-то Оттолкнули И Сразу Турнир Заглох Мы При культуре Вот Спорт Он Конечно Должен Свою Как говорится Нишу Иметь При ком-то Это уже Оно Как Пятое колесо В телеге Получается Вот Советское Время Было Как Армия Имела Правильно Спорт Студенческий Был Спорт Какой Хороший Я уже Не говорю Спартак Там Вот Эти Общества Да Профсоюзы Пусть Оставить Надо Обязательно Вот В армии Надо Развить Там же Молодежь Вся Армия Тем более Это Таковое Ведомство Где Нужна Правильно Вот Эта Подготовка Студентов Надо Не забывать Вот Студенческий Спорт Абдулдаев Иркин Вот Через Жаштык Поднял Потом Каким-то Одним Решением Взяли Блин Перевели Из образования Взяли Все Сразу Рухнуло Одним Решением А как Он Связи Наладил С ректорами С учебными Заведениями Работал Чемпионы Мира У нас Среди Студентов Сразу Стали В Тверь А я Так думаю Что Пусть Спорт Будет В армии Будет Пусть Спорт Среди Студентов Будет И Школьников Надо Не забывать Вот Жаштык Вот Такие Организации Они Должны При Министерстве Образования Какие Хорошие Школы Были Детско Юношеские Именно А Большой Спорт Разговора Нет Это Вот ЦОП Есть Ну Там Прилично Идет Работа Там И Финансирование Хорошее Вот У нас Вот Эти Забытые Люди Армия Студенты И Это все Так сказать Восстановится Желаю Амирку Вам Удачи Чтобы У вас Такие Ученики Как Руслан Еще Появились Желаю Удачи Турниру Чтобы Постоянно Да Проводился Этот турнир И В завершении Разговора Вот Можете Сказать Что-нибудь Телезрителям Ну Телезрителям Что я хочу Пожелать Болейте За спорт Любите Спорт У нас Как говорится Именно Вот Борцовская Среда Вот Это Как Вот Сейчас Вот Я На примере Турнира Увидел Как Вот Ребята Объединились Даже С Америки Деньги Присылали Здесь Его Друзья Ну Спасибо Большое Им И Вот Сейчас Как Девочки Какой Результат Показали Это Пятое Место В мире Это Среди Таких Стран И Второе Вот Это Работа Наша Конечно Это Государственное Дело И Чтобы Государство Нас Не забывало Будем Стараться Будем Конечно Таких Ребят Поднимать И Все Будет Хорошо У нас В гостях Был Заслуженный Тренер Кыргызской Республики Личный Тренер Призера Бронзового Призера Азиатских Игр 2006 Года Чемпиона Азии 2008 Года Бронзового Призера Олимпийских Игр В Пекине Руслана Тиминбаева Спасибо Что пришли Меркул До свидания А сейчас Наша традиционная Рубрика В которой Рассказывается О новостях Карвин Спорт Клуба Карвин Спорт Клуб Это Спортивный Комплекс С огромным Выбором Направлений И услуг В сфере Фитнеса И здорового Образа Жизни Кроме Того Это Довольно Дружная И большая Семья Так Как Здесь Для членов Карвин Клуба И его Друзей Проводятся Различные Спортивные Мероприятия И соревнования Недавно Здесь Прошли Соревнования По художественной Гимнастике Под названием Мисс Грация В состязаниях Приняли участие Девочки 2013 2016 Годов Рождения Сначала Выступили Самые Юные Участницы Соревнований Для многих Из которых Эти Старты Стали Первыми И конечно Все Участницы Состязаний Были Награждены Дипломами Медалями И памятными Подарками Затем Свои умения Показали Девочки 2014 2015 Годов Рождения Которые Выступали В группе Б Это Алисия Федорова Дарья Раимбекова Эллада Беймарзаева И Фатима Незамединова В результате Проведенных Соревнований Третье Место Заняла Эллада Беймарзаева Второе Место Досталось Фатиме Незамединовой И первое Место Заняли Сразу Две Участницы Алисия Федорова И Дарья Раимбекова Следующими На старт Вышли Девочки Группы Б 2014 2016 Годов Рождения В этой Возрастной Категории Оказалось Две Участницы В итоге На верхнюю Ступень Певестала Поднялась Валерия Тодорова А Динай Суваналиева Стала Обладателем Серебряной Медали Далее В турнире Выступили Девочки Группу Б 2013 Года Рождения Это Райана Колпак Идалия Сайфулина И Эльдан Абакирова В результате Показанных Ими Выступлений Третье Место Заняла Идалия Сайфулина На втором Месте Расположилась Райана Колпак И победителем Турнира Стала Ильдан Абакирова И в Этой Возрастной Категории В группе А Выступили Кристина Русу Софья Рязанцева Поделились Следующим Образом Третье Место Досталось Кристине Кутеневой Серебряным Призером Стала Софья Рязанцева И первое Место Поделили Кристина Русу И Амина Буларова Ну и В завершении Соревнований Воспитанницы Карвин Спортклуба Продемонстрировали Своё Мастерство В командных Упражнениях В итоге Отличилась Команда В составе Арууза Тасанова София Мищенко Альбина Праздникова Лия Рогальская Русалина Русских Кристина Русу Амина Буларова И Софья Рязанцева Они Также Были Награждены Медалями И подарками За первое Место В общем Добро Пожаловать В Карвин Клуб Фитнес Клуб Премиум Класса Номер Один В Кыргызстане Не Можете Поделить Телевизор Дома Второй Не Помогает Восьмизальный Кинотеатр В Дордой Плаза Зал Лаймакс И новый Зал Долби Атмос С ошеломительным Звуком Дордой Плаза Погрузись В другую Реальность Продолжение следует... Время 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 нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафуров. До свидания, до следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова